весенний день девочки вот я пока красиво и решила показаться и сегодня я в новой блузе но уже не совсем новое уже целых два дня эту блузу мы шили в группе изюм мы показали крой какая выкры какую выкройку взяли и вот эти воланы показали как сделать хочу обратить ваше внимание что мы сегодня купили новый патрон из и на обложке смотрите какая блуза похоже но совсем другая мы ее раньше шили чем купили этот журнал а нас вдохновил показ сакаи вот так что мы впереди планеты всей между прочим так что вот шикарная блуза шикарная это французский лен девочки я дам ссылочку на магазин где мы купили спасибо нашим подписчицам которые напомнили нам магазин в котором мы купили шикарный французский лен да он мнется меня это нисколечко не смущает и никогда не смущало такая даже легкая небрежность она не помешает жалко что в полный рост не получается вам показать но здесь такие сапожки джинсы то есть я считаю что повседневные я вот вчера так гуляла шикарно я вам видео вставлю в другом варианте но там девочки некоторые написали что брюки все испортили и тому подобное я не согласна и в том варианте очень хорошо смотрелось и вот так вот как с джинсами с денимом тоже неплохо смотрится так сегодня у нас какие планы мы вам покажем новые тканюшечки шикарные также мамин жакетик девочки кто не видел в instagram вот такой шикарный жакет мы сделаем обзор вообще очень много у нас накопилось вещей которые по-хорошему надо бы сделать обзор чеки потом что еще мы купили у нас два новых книпа патроны с новой бурду мы еще а и бурда по-моему мы не делали обзор на последнюю бурду так что смотрите будет наверное идти добрый день ну мы с вами делимся очередной красотой я поняла что мы безнадежно зависимы я считаю что как какую-то зависимость мы должны иметь конце концов как нормальные люди так вот у нас зависимость от ткани девочки значит на сей раз она и там загорелась брючками такими но модными свободными интересными и нам понадобился трикотаж для этого и мы в нашем уже проверенном любимом магазине maritex ткани заказали вот такой вот трикотаж девочки цвет и не знаю там камера что-то или нет он такой потрясающе благородный я вообще честно говоря немножко противилась таким цветам но мне казалось это как-то не знаю как какие-то вульгарным казалось но он настолько благородный не знаю может быть потому что юрик с ним такой бронзовый и он такой вот благородный красивый очень красивый цвет девочки там хоть много было разных красивых цветов голубой мне понравился ну а наид выбрала себе этот смотрите он какой он такой принимает ответив исходную форму это очень важно так ну и что вам еще рассказать я подумал ну я не знаю мы когда распаковали просто такой может быть весна на нас действует но прям такое воодушевление девочки я надеюсь но опять же скажу такие брючки шить но можно за вечер девочки вот вы удивляетесь почему я так много шью ну во первых я делюсь с вами всеми фишками чтобы у вас получилось и быстро и аккуратно я в основном почему и делюсь своими авторскими технологиями чтобы для вас это было и в удовольствие и быстро чтобы это не был прям грандиозный проект брюки сшить широкие хотим мы сюда подобрать наверняка кто бы купил сразу а этот момент нам даже мария да посоветовала платье шить да они предлагают а они пригласивы платье красиво это будет красиво но это будет нарядно девочки в таком платье до пойдешь на торжество или тому в кафе вечером но все-таки это не настолько носибельно чем вот брюки нет я имею ввиду фасон но платья не это будет все-таки вечерний вариант платье нет я за нее не согласна с тобой это какое-то видишь платье здесь такое чтоб не было бы таким с претензией на нарядность но обычно еще имеешь ввиду платье свитер да но в принципе девочки если платье знаешь картинка в голове обтягивающие вот эти вот платья который фигуру полностью обтягивает мы не пробовали между прочим если мы попробовали может быть ты и полюбила бы это мы открыто да это будет красиво все равно мне кажется это все-таки нарядно все-таки это вечерний вариант а вот брюки с люрексом из трикотажа ты можешь них пойти вечером что-то вверх какой-то надеть такой более или сорок ну вот если скажем вечерний вариант ты наденешь какой-то какую-то блузу романтичную романтическую это будет вечерний вечерний вариант сорочкой вот с майка алкоголичкой стопом ты можешь пойти и днем все таки ну вам не до себя то есть прибить это прибить эту но еще мы конечно же надо подобрать на сейчас студию модница позвоним подобрать конечно вот эту вот резинку как это называется подвяз резинка ну что-то что-то чтобы как вам сказать более спортивному приблизил не брюки даже если там я сомневаюсь что там такой цвет будет потому что цвет все-таки такой сложный тот который у меня но вот там он серый не помню черный серый какой да черно-серый будет замечательно потом с черным жакетом можно это все и вообще с чем-то черным так что девочки мы вам очень карно к девочке берите просто я не ожидала что она нас честно говоря заказывали немножко я сомневалась что для твоей задумки они подходят а когда вот я ущупаешь думает в самый раз так ну еще у нас одна ткань который от которой я просто не хочется всякие такие вульгаризмы применять ну прям пищу мне так нравится это я когда увидела знаете меня сразу весна весна сразу настроение поднялось во первых это хлопковый ты вид и он как бы не жаркий посмотрите сколько здесь оттенков то есть я хочу себе прям совсем обнаглеть и шить зеленые брюки зеленого цвета такого нет но посмотрите даже если не зеленые брюки сколько здесь оттенков мои розовые подойдут вот из-под бомбера в общем такой красивый цвет девочки не знаю буду я что-то добавлять в качестве декора ну как обычно бахромат скорее всего нет думаю что ограничить он и так самодостаточный красивый ограничивать кармашками пуговички не дучи на юбилей мне хочется такого чего-то платье хочется мне но это тоже нарядно но до юбилей я себе еще на я надеюсь дай бог здоровья так что девочки смотрите это магазин подиум мы с ними тоже сотрудничаем уже не первый раз у них такие очень хорошего качества итальянские ткани девочки поэтому тоже с удовольствием вам рекомендуем посмотрите у них очень много разной красоты но я вот сразу кинулась на эту яркость так что вот так делать мы решили сделать обзор тут же во влоге и у нас новый журнал 4 23 года патроны с которые мы очень полюбили научились с ним работать подружились на обложке блузы которые очень похожи на блузу что мы вот только-только в изюме шили но тоже оборки но тут совсем другой принцип девочки наша блуза была по вдохновению от коллекции сака и там кстати этот прием использую используется и в жакетах и в лузах и в платьях замечательный прием и конечно же он смотрится оригинальнее чем вот и хотя это тоже красиво так это наверное льняная вуаль так дальше что тут у нас но рекомендации как всегда девочки вот мне очень понравился этот топ девочки он наверное а так тут топа нет тут брюки вот чем дело знаете что еще мне нравится мне нравится вот такие вот не знаю как их назвать это перчатки не перчатки такие вот детали они очень придают стиля изысканности если если у вас намечается какое-то событие вам хочется выглядеть изысканно вообще оригинально мне кажется стоит задуматься на таким аксессуаром дальше брюки ну хорошие брюки опять же повторюсь что по поводу выкройка скажу так нет волшебных выкрой которые подойдут всем даже если выкройка вашего размера надо обязательно сопоставлять со своими мерками вносить какие-то изменения корректик корректировать ее так а это платье мне тоже нравится тут интересное интересный фасон есть ветер и но единственный конечно вот этот пояс он вроде бы и придает изюминки как говорится но мне кажется он здесь портит портит а я бы хотела видеть хорошо вот это вот косую кокетку эти защипы в общем платье хорошая там с поясом его или без пояса мне кажется он здесь лишний это решать вам вообще замечательный цвет цвет красивый вообще все цвета в этом журнале красивые так но это комплекта тут он выигрывает за счет а это платье за счет цвета конечно так приспущенный мой любимый рукав еще одна вариация платья рубашки еще одна одно платье но это не платье рубашка ну похоже воротник как нет вывез полоска симпатично под цвет красивый просто вот сейчас уже сейчас уже после современных тенденциях я бы наверное посмотрела бы показ сака и там или какой-то другой марки японской уже придумала мы что-то другое потому что уже очень много такой одежды и она уже такой делается банальный платье со складками то есть платье с драпировкой ночью симпатичное платье мне очень нравится и хорошо подобранной сережки обратите внимание сумочка такая миниатюрная вот только не пойму это у них то есть нарочито сделано на такая драпировка да по техническому рисунку не понять узнаете мне нравится но я бы что сделала уж если делать асимметрию я наверное бы от вообще асиметричным бы сделала вот эту сторону то есть у них какая-то полумера получилось если бы спустили плечо это было бы оригинально кстати какой-то какой-то коллекции я видела такой прием вот так бы я сделал со мной согласна потому что тут вот не два не полтора что называется такой какой цвет красивый вот мы сегодня ходили когда за журналом я обратила внимание что все витрины яркие и наши отечественные марки марки яркие яркий яркий желтый яркий розовый яркий зеленый и мимо этих витрин проходит сплошная черная или серая масса вот почему так блузка классической девочки кто вот не приемлет при спущенное плечо вот вам пожалуйста классическая блуза с бантом или без банта красивый рукав я считаю сидит он хорошо а это тот комплект о котором у нас телеграм чате уже был разговор знаете что меня смущает вроде бы оригинальная задумка но я вот представляю в движении эту шлицу то есть она же не приталенная она будет таком свободном полете каждый раз открывая живот мне кажется она не жизнеспособная и даже даже если ее немножко доработать я имею ввиду чтобы убрать эти заломы то есть посадить хорошо все равно вот этот момент он только вот в этом вот когда руки в карман и вот тогда он как-то играет вас во всем остальном мне кажется сама согласна оно будет как бы и не прилегать ну не знаю девочки сомнительный фасон скажем так сомнительный я я сначала думала довести до ума и сделать а потом представила это все и и решила что нет пожалуй я не буду тратить на это время и вы хорошенечко подумайте чтобы потом не было разочарования идея хороша ну вот ну здесь волшебная мерка не соблюдена тут очень много косяков как говорится но задумка тоже не не носибельно а вот здесь несколько слова неопрене что мне очень приятно неопрен материал который последнее время становится все более популярным да и очень многие известные марки уже распробовали эту ткань вы ее давно распробовали еще со времен брюк брюк спортшик на канале данный года четыре назад было обратите внимание даже может быть больше брюки эти живее всех живых носил носили их и анаиты я носила ткань совершенно не изменилась брючки как новые поэтому эту этот материал мы полюбили потом мне уже несколько изделий из него он не мнется и поэтому всегда выглядит безупречно это да это тоже правда выбирайте флюоресцентные цвета и вы точно не прогадаете но насчет цвета кому как но насчет того что эта ткань замечательная носибельная я с этим согласна а вот брючки замечательный вот а из неопрена кстати брюки вообще прелесть не мнется так это что это плащ знаете что я вам скажу девочки несмотря на то что тренчи как бы всеми любимые все всеми почитаемые до тренчи я хочу сказать что я все-таки больше люблю обычные плащи вот такие интересные знаете почему я вот стала обращать внимание что тренчи конечно на высоких замечательно вот эта отлетная деталь которая является характерной особенностью тренчи кокетка отлетная она очень укорачивает рост я и сама убедилась на своем тренчи вот на анаит и на моей племяннице он смотрится гораздо лучше поэтому я бы например а тут он еще и с капюшоном я люблю вообще изделия с капюшоном вот мне кажется сейчас уже если вы намерены шли что-то такое такую верхнюю одежду то шейте наверное все таки лучше вот такой плащ нежели тренчи их так много сейчас уже поэтому я бы например шила плащ вот этот очень не нравится тут кнопки и посадка нормальное плечо немножко уходит назад может быть за счет того что капюшон тянет но вообще фасон простой я думаю что девочки могут пролистать но мне кажется что замечательно будет так и мне нравится вот сочетание этих пастельных тонов комплекте а это что это блузка из льна что тут из хлопчатобумажного полотна за мне кажется это какой-то лен сжатый или муслин кстати сжатые ткани сейчас набирают оборот я вот обратила внимание в коллекциях очень много изделий сжатых тканей яду я знаю что многие любят я тоже кстати люблю но если вот года два назад я бы не сшила себя вот сейчас просмотрев коллекции я бы себе тоже что нибудь шила из сжатой ткани брючки ну вот все здесь мне нравится и сумка кстати нравится и сумка и вот обувь как все гармонично смотрится в этом образе и просто и благородно и дорого дальше жакет из материала черного цвета вот просто материал черного цвета написано шерстяной меланжевое полотно так ну как она выглядит просто блэй а это вот этот блейзер простые линии девочки вот я тоже люблю сейчас уже больше простые линии ну конечно же простые линии там где нет там где нет рельефов это задача большая хорошо посадить а здесь уже есть рельефы свет такой оливковый девочка яркая и все цвета идут так и вот обычная такая блузка брючки хорошие сидят замечательно дальше вот эти яркие брюки которые мне в принципе очень нравится единственное конечно в уфик сделан грубовато вот эта линия какая-то круглая мне кажется вот ну а не видите хотели две большие пуговицы применить и кажется одной большой достаточно было бы его фиг аккуратнее а так мне все нравится ну про блузку я уже сказала брюки тоже мне нравятся потом блузка она укороченная оказывается тут поближе есть такая вот у него планка стойка замечательно дальше вот то эти платья да она на платье из прошлых на лето замечательно а тут спинка открыта и хотел сказать ну слишком уж простенько оказывается тут спинка открыта ну красивое платье я знаю что многие любят такие платья так дальше идет что там что-то это что блузка тоже хорошо тут весь комплект очень грамотно подобран начиная от обуви а юбка тут а юбки нет а блузка тоже видите сзади с таким разрезом о я так думаю тоже в коллекциях очень много таких шнурков переплетений так что это вот платье тоже будет очень модно тебе нравится прям на жару прелесть надо обратить внимание на этот если мне тут смущает высота кокетки то есть вот это слишком низко мне кажется это будет ноги укорачивать вот то же самое сделать но поднять кокетку девочки кто собирается прислушайте пожалуйста чтоб потом не разочароваться вот при крови все то же самое только кокетку выше прям на ладонь я бы сказала но тут нижней части не видно или это комплект ничего не поняла нет это юбка другая она это поверх платья надета вот это будет вот чем дело видишь но тут вот эта линия эту линию видно а вот той линию которая меня смущает как раз таки не видно ну так смотрится нормально но все равно я думаю что все таки надо это поднять кстати хорошая идея да на платье на такое вечером надеть такую блузу вот молодцы они так легко сшить это вот из такого кружевного макраме до полотна блуза и брючки но брючки слишком узкие сейчас такие не в моде мне кажется тут пошли заломы дудочки да дальше еще одна блуза что мне тоже нравится на удивление вот если бы вот такой красивый принтер вы не хотите слишком а хотя нету таборочку сделали вы не хотите ничего мудреного то вот такой вот простой фасончик очень даже ну юбка гофрированная это не не наша тема дальше что тут о какая юбка шорты с такими большими тренде да в тренде карманы большие везде девочки ну вот пожалуйста не только меня ее можно сделать и макси тут вся фишка в этих карманах это юбка шорты то есть юбка брюки укорочены да мне нравится а то есть этот шарфик какой-то да ну это уп юбка очень похоже на то что мы шили в платье в изюме моё платье голубое похоже та же идея да вот этот шарфик надо убрать он здесь ни к чему ну да очень похоже ну я я не спорю в конце концов эта деталь можно ее попробовать и потом ничего не мешает ничего не мешает ее убрать а вдруг и понравится всякое бывает девочки сейчас убедилась что вкус и меняются с возрастом просто кардинально ну давай попробуем в апреле в изюме эту ну почему нет просто я уже такое делала нужно очень интересно но надо попробовать так хорошо мы об этом подумаем так дальше что от этого кстати ну какие они молодцы такое впечатление что они вот сразу после недели моды сделали вот этот журнал смотрите вот всякие такие детали девочки очень сейчас тут тоже я только сегодня говорила надо что-то из я люблю вообще навесные петли вот именно такие я показывала волшебных стишках как их делать еще где-то показывала в изюме недавним показывала блузе коричневый очень много в коллекциях именно вот таких деталей и это замечательно что обратите внимание девочки еще на эту юбку и на и на эти детали так дальше что он какие вот вот этим меня купила даже не задумывалось бы сандалии так юбка какая юбка ну вот если красивый принт то такая юбка замечательно выглядит ну все картинки мне нравится любимое платье до любимое платье которые в пир мир добрые люди а-ля сафари так дальше что у нас опять же а это же платье уже в деталях ну замечательное платье опять же еще один вариант платье рубашки платье с такими рукавами девочки вот у кого у кого узкие плечи подойдет и на удивление у кого широкие плечи тоже подойдет знаете почему потому что здесь пройма немножко завышена но приближается к американской пройме и то есть ваши естественные плечи они будут скрыты то есть будет впечатление что у вас просто такой рукав фонарик они ваши широкие плечи какой принт я люблю все такое этническое прям каждая страничка вдохновение так ну просто блейзер свежая идея тоже для деток до красивый платье комплекте так это все детскую жизнь все закончился журнальчик девочки ну очень не понравился журнал прям таки очень буквально все модели и модные и носибельные но если например если убрать вот этот шарфик это юбка очень даже из эко кожи из-за казанши ее можно сделать вот там было показано с грубыми ботинками такими высокими почему нет замшевыми отлично будет все девочки я надеюсь что и журнал вам понравился и обзор был полезен так девочки ну чтобы дополнить наш влог мы решили показать одно из изделий которые я вот недавно шила но шила долго потому что это все техника запаянным швом но кто в курсе тот знает что это дело не быстро и нелегкое вот но зато результат это вот вещь которая знаете как вам сказать вещь как который ты защищен я не знаю как это выразить нет так себя комфортно мне он чувствую я вот уже сегодня в нем ходила и туда и сюда обращают внимание дамы моего возраста потому что вы видите элегантный костюм на улицах нашего города это редкость в общем то но я думаю что в скором будущем все-таки что-то будет меняться я так думаю так вот смотрите а самое главное что выкройку этого жакета я разработала сама исходя из того что мне нравилось и не нравилось в оверсайз можно конечно будет его притарить при желании выкройка я надеюсь скоро будет в продаже это новая наша деятельность мы надеемся что мы будем отвечать запросам элегантных дам ну у меня мысли еще и про молодежь есть но это дальше а пока я вот что сделала вот обратите внимание на мою полную грудь здесь нет нет вытачек тем не менее баланс сохранен и все хорошо поэтому я так думаю что выкройка это подойдет многим тут еще двухшовный рукав правильный ширины внизу и вверху так ну тут вот такой воротничок брошка у нас оказалась очень по моему к месту она здесь вот четыре кармана такая была у меня задумка и не знают эти карманы изготовить не так просто вы знаете но мне почему-то легких путей мы не ищем я сделала не 2 а 4 вот так вот теперь надо подумать как назвать этот жакет кстати говоря тоже нелегкая задача я вам скажу так может быть вы нам подскажите девочки спинка спинка вот она со швом тоже можно было обойтись но решила слегка приталить все закрытым запаянным швом кстати как запаянный швов делается по моей технологии по моему у меня не классическая технология я показала в одном из изюмов есть такая технология еще я из этого жакета в изюме показала петли мои традиционные петли которые делаются просто зигзагом эта технология есть и на канале но тут были такие небольшие тонкости именно для этой ткани поскольку она не дублируется а петля нужно устойчивая форма держащая потому что она как бы функционально я кое-какие нюансы применила и поскольку это такой костюм это не пальтовая ткань это шерстяная ткань двухслойная но ее можно использовать для легкого пальто а я решила все таки я люблю пальто я считаю что пальто должно быть много но в данном случае я решила сделать себе костюм вот такой на раннюю весну раннюю теплую весну какая у нас ростове и еще сделала и юбку юбка это трапеция но не такая обычная банальная трапеция кстати выкройку я тоже разработала сама она как вам сказать такая я думаю что универсально подходящая всем тут карманы тоже такой вот карман как его назвать фигурный что вот знаете мне даже это этот костюм не хочется снимать это же хорошо правда же тоже все запаянным швом кроме заднего шва это я уже оверлоком обработала низ подшит вручную в общем ручная работа здесь можно сказать на 80 процентов вот мой любимый костюмчик уже и к нему же я сделала кстати в изюме мы показали уже девочки мартовском изюме у нас уже две дизайнерские блузы я в изюме показываю не полная мк но основные моменты то есть я шов не показываю как я строчу маши под машинкой вот этого я не показываю но основные моменты я показываю и мы она и шили блузу шикарную блузу из шифона мне очень захотелось и себе хотелось показать девочкам что такой оперированный рукав не обязательно но как обычно мы на на и показываем и пошли вопрос а как вот нам с нашим возрастом а как с нашим ростом а наверное будет некрасиво я вынуждена но это хорошо хорошая вынужденность показать как же на мне это будет потому что у меня совсем другой рост и естественно другой возраст я показала что вот подобная блуза с таким же рукавом ну конечно же корректировку я сделала для своего роста и для своей длины руки это я все кстати показала в изюме что вот смотрите для того чтобы блуза была такой как нам нет вот это вот это надо менять вот это искусственная органза из магазина студия модница вот это ростовский наш магазин пуговички так это ткань девочки как вы знаете вот бывают же ткани которые можно оставлять наследство детям и внукам но я не знаю какая будет раньше вода но когда ты раньше как бы какая будет вода в дальнейшем но я так думаю придет возраст и для анаит и для сатюши когда захочется носить такие элегантные вещи аля баленсиага кстати это юбка силуэт этой юбки он мне нравится нравился потому что в свое время я заметила что у баленсиага такие юбки так вот это вот изделие который хочется оставлять в наследстве ткань это потрясающе да с ней а может быть не совсем легко работать но ты получаешь одновременно удовольствие это ткань 4 магазин ткани 4 сезона у них много красивых тканей но это я как только в ленте увидела тот же им написала я очень хочу такой ткани во первых привлекло сочетание серого и розового вот и когда я его получила знаете бывает ты получаешь и все-таки ожидание реальность несоответственно тут я прям как мне все нравится так вот такой у меня получился красивый комплект элегантный в котором до обращает на себя внимание но я чувствую что это такое знаете внимание как с уважением внимание с уважением это важно не какой-то презрительное там или знаете хмыкают а именно вот вау вот окажется у нас есть дома которые любят такой элегантный стиль и ходят по обычным улицам в таких красивых нарядах девочки но я надеюсь что вы тоже оцените эту красоту а девочки еще очень важно совершенно не мнется вот я в нем сидела обедала долго ходила вот и он как будто бы соль не да вообще я его не утюжил такой печной процессе работы конечно же утюжил но после этого нет как обычно ты хочешь выйти ты давай это под утюживаешь изделие нет вот мы пришли и он смотрите как как будто бы только что из-под утюга так что девочки но сегодняшний блок получился таким мы сейчас работаем тоже над очень интересным изделием я надеюсь что мы его дошьем это опять же в изюме шьем двухстороннюю куртку жакет вот на эту погоду я думаю что у многих в ближайшем будущем такая погода самый что ни на есть отличный будет как это наряд с этой курткой